ОКОЛО КИНО Из жизни насекомых в мировом прокате стартовал фильм «Человек, муравей и оса». Это продолжение истории о не самом удачливом домушнике Скотти Ленге, который все же смог переквалифицироваться в супергероев. Ну, и давно ты стал человеком-муравьем? Недавно. Случайно, к тому же. Я тоже хочу побеждать злодеев. Вот с победами у меня пока не очень. События картины начинаются там, где заканчиваются действия блокбастера Марвел. Первый мститель противостояния Скотт Ленг пытается разобраться с последствиями собственного выбора в пользу одновременно двух непростых ролей – супергероя и отца. Старания восстановить баланс между семейной жизнью и обязанностью человека-муравья срывают доктор Хэнк и Холл Ван, которые обращаются к Ленгу с новой ответственной миссией. Чтобы раскрыть невероятные секреты прошлого, Скотту придется снова надеть костюм супергероя и научиться противостоять врагу плечом к плечу со солью. Самое страшное оружие – невидимое оружие. На больших экранах также уже показывают и фильм «Невидимка». Американский драматический триллер снял режиссер Энтони Бирна. Главную роль в картине исполнила Натали Дормен, которая также трудилась и над сценарием данного проекта. Мы опрашиваем всех жильцов. К вам тоже есть несколько вопросов. В центре сюжета находится слепая пианистка София, которая становится невольным свидетелем убийства девушки, живущей в квартире над ней. И хотя София могла только слышать произошедшее, она все равно оказывается втянутой в загадочный и опасный преступный мир Лондона. Но вскоре выясняется, что и в этой жестокой криминальной истории подполье она способна выстроить свой собственный неординарный маршрут в месте. Эти люди убивают каждый день. Это ты все поставила! Посмеяться в кино тоже удастся. Предлагаем вашему вниманию французскую комедию «Попробы подкатьи», которая стала режиссерским дебютом для актера Франка Дюбоса, который также исполнил в этой картине и главную роль. Успешный бизнесмен и эгоист мачо пускают в ход все свои ловки, чтобы соблазнить девушек. Но однажды он сам оказывается в крайне щекотливой ситуации, из которой ему теперь предстоит найти непростой выход. А вот что у него из этого выйдет, увидите в кино. Духоподъемная комедия «Паризьен». Ты прав. Я ей все расскажу. Также на больших экранах показывают фильмы «Во власти стихии», «План побега 2», «Амурскую историю», «Кто есть кто» или «Ограбление по», «Ленты ты водишь» и «Джим Пуговка» и «Машинист Лукас». Также можно увидеть на больших экранах и мультфильм «Распрекрасный принц». На этом у меня все. Желаю вам отлично провести время и обязательно советую сходить в кино, ведь интересных фильмов там показывают много. До новой встречи в эфире. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»